В этом видео мы рассмотрим латышский глагол «бейкт». «Бейкт» можно перевести как «закончить», «перестать» или «прекратить». И сначала берём формы настоящего времени, и обратите внимание, что вместо «г» у нас будет сейчас «дз». Итак, поехали. Повторяю ещё раз. Вы можете вместе со мной или сразу же после меня. И ещё раз. Переходим к прошедшему времени, то есть «я закончил», «ты закончил» и так далее. И у нас в корне по-прежнему остаётся «з». И для надёжности ещё раз. А теперь берём будущее время, то есть «я закончу» или «буду заканчивать», «ты закончишь» или «будешь заканчивать» и так далее. И теперь у нас снова звук «г», так же, как и в исходной форме. Итак, поехали. И ещё раз. А теперь все формы вместе. Теперь, как обычно, примеры, как глагол можно использовать. Итак, «закончить» можно «что-то», то есть «поставить объект винительного падежа». «Закончить что». В латышском языке винительный падеж – это «акузативс». «Я заканчиваю проект». «Заканчиваю что?» – «проект». Можно поставить какое-то действие, то есть поставить глагол в инфинитиве, «закончить что делать» или «перестать что-то делать». Например, «Винч бейдзе эст майзи» – «он перестал есть хлеб». Или же можно после глагола «бейкт» поставить предлог «ар». И тут возможны варианты. Как и в русском языке, «закончить с чем-то», то есть «Нес бейксим артеорию ун пари симпей праксес». Мы закончим с теорией и перейдём к практике. Или же возможен вариант «закончить чем», то есть подытожить чем-то. В русском языке будет творительный падеж, а в латышском по-прежнему сохранится предлог «ар», который на русский язык при этом переводиться не будет. «Нес бейксим арвеину сваригу падуому». Мы закончим одним важным советом. То есть мы подытожим, закончим, чем закончим, как. Одним важным советом. И именно на этом мы сейчас закончим. Надеюсь, видео вам понравилось. Если любите латышские, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будет ещё много всего интересного. Всем спасибо за внимание.